Всем привет! В этом ролике я вам расскажу, как фармить ваучеры, куда их лучше потратить, какие лучше они покупать, какие не покупать, для чего, куда и зачем. Видосик, я думаю, будет интересный, поэтому ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Промокод у вас на экране, вся информация из описания. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита! Давайте начнем с того, что такое ваучеры, как их, как бы, заработать, и расскажу, на что их лучше потратить, а на что лучше не тратить. Видос будет максимально информативный, интересный, поэтому от вас хочу увидеть максимальную активность. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж, давайте я вам расскажу, что такое ваучеры, и, вообще, на что их можно тратить, и так далее, то есть, примерно вам объясню, потому что, возможно, кто-то не понимает. Выбираю пункт ваучеры, обменник ваучеров, и здесь есть улучшения. У нас куплены все улучшения, поэтому мне, как бы, есть, что вам рассказать, то есть, я вам посоветую, что покупать, что не покупать, для чего покупать, и так далее. Помимо улучшений, также есть услуги, то есть, вы можете обменивать ваучер на деньги, можете обменивать на ресурсы, заправить транспорт, можете поставить сигнализацию на дом, респан вертолета, выключить успешную семью, включить, и поменять текст успешной семье. Также, вы можете здесь покупать автомобили, то есть, транспорт, что я вам не советую делать, в первую очередь, потому что, в этом нет смысла. Раньше, как бы, год цена машин была разная, и можно было с этого зарабатывать, но сейчас, в любом случае, вы машину продадите только за ту сумму, за которую вы сможете продать ваучеры. Ну что ж, ребятки, давайте я вам расскажу самое интересное, как фармить ваучеры, потому что многие не понимают, как это делать, как это лучше сделать, как накопить много ваучеров, и так далее. То есть, я вам расскажу несколько способов, и один способ, это наш, рабочий, который мы, как бы, применяли у себя в семье. Итак, самый лучший способ, как я считаю, это фармить ваучеры с помощью бизнесов. То есть, у нас, допустим, фарма закрыта, мы принимаем определенных людей, то есть, не всех подряд, у нас в фарме там около 30 человек, это максимум. И на данный момент, у нас в фарме около 8 бизнесов, то есть, с помощью этих бизнесов мы можем фармить ваучеры, потому что за оплату бизнесов дают довольно-таки много ваучеров. Вот, ребятки, показан на личном примере, сейчас я оплачу бизнес, и вы посмотрите, сколько мне придет ваучеров. То есть, вот сейчас бизнеса, у меня бизнес оплачен на 30 дней, но так как у меня есть блокгибка, я могу оплатить его на 40 дней, нам нужно оплатить на 231 час. Мы берем, оплачиваем, и получаем 23 ваучера. То есть, если мы оплатим, получается, бизнес на 40 дней, то мы получим, я думаю, около 80 ваучеров. Это такой самый лучший рабочий способ, но при этом, ваши люди в фарме не должны нарушать. У нас такое правило в фарме, кто нарушает, как бы, у кого забирают ваучеры, тот их возвращает. Либо донатом, либо он донатит, покупает ваучеры, либо за один ваучер дает 100 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, следующий способ, это фармить ваучеры с помощью дальнобойщиков, потому что дальнобойщикам за каждый рейс дается 0-10 ваучеров. То есть, 10 рейсов, это один полноценный ваучер. И с помощью того, что вы наберете себе фарму много дальнобойщиков, вы сможете неплохо так фармить ваучеры. Но, как я и сказал, главное, чтобы люди не нарушали, потому что, допустим, человек может, там, за день сделать, там, 10 ваучеров, накатать на фуре. А по итогу он будет нарушать, там, за номер поезду, там, муты и так далее. У него списывается, там, 20 ваучеров. Но способ реально рабочий, как бы, на дальнобойщиках, если у вас в фарме будет катать, там, ну, человек 10-15 дальнобойщиков, то за месяц реально очень неплохо можно будет фармить ваучеры. Также многие думают, что если он наберет в семью много людей, то он из-за этого будет фармить очень много ваучеров. То есть, многие, там, принимают всех рыжиков подряд, там, и так далее. То есть, ребятки, так делать не нужно. То есть, да, поначалу вы, там, будете фармить, но в любом случае, многие будут нарушать. Потому что новички есть новички, и в любом случае они будут нарушать, улетать, там, в бан и так далее. Ну, что ж, ребятки, вот перед вами самый лучший и быстрый способ. Ну, возможно, не самый лучший, для проекта, конечно же, самый лучший. Но один из лучших способов, самый быстрый способ реально заработать ваучеры. То есть, если вы хотите ваучеры, допустим, вы донатите 100 тысяч рублей и получаете 20 тысяч ваучеров. Вы сможете за 20 тысяч ваучеров купить все улучшения, и у вас даже что-нибудь останется, скорее всего. Ну, что ж, ребятки, теперь вам расскажу, какие улучшения лучше купить сразу. Какие улучшения нужны для движухи, то есть, там, для рейдов и так далее. И какие улучшения лучше не покупать. Начнем с того, какие улучшения лучше покупать. Доступ в особняк, медикаменты в особняк, гигиена, второй шанс, успешная семья и автолюбийный бум. Если вы не хотите, там, знаете, ходить на рейды, там, как-то с кем-то воевать, ходить на поляну, там, и так далее. То есть, эти улучшения вам, в принципе, лучше купить сразу. То есть, вы сможете, там, на машинах у вас будут чипы, у вас будет на пузе надпись, вы сможете, там, лечиться в особняке, гигиена, там, и так далее. То есть, это такие улучшения, которые лучше купить сразу. Доступ в особняк по-любому нужен, потому что, если у вас не будет этого улучшения, то любой, кто захочет, сможет зайти к вам в особняк, и вы ничего не сделаете. Это такие начальные улучшения, которые лучше сразу купить, они стоят, в принципе, не особо, как бы, и много. То есть, это такая моя мини-подборочка для вас. Но если вы планируете заниматься криминалом, планируете делать реально хорошую движуху, жесткую, то покупайте вот эти улучшения. Улучшенный сейф, рейды, гангстер, искусство прежде всего, подмога, оружейная, цех, передачка и надежный сейф. То есть, это все улучшения, которые вам понадобятся для того, чтобы наводить движуху, чтобы ходить на рейды, заниматься граффити, ходить на цех там и так далее. Ну и перейдем к улучшениям, которые я бы не советовал вам покупать, они бесполезные, я в них вообще не вижу смысла, на собственном опыте я в этом убедился. Черный список, связь, веревки-беревочки, транспортный контроль, авточистка, распределение и пора расширяться. То есть, эти улучшения, которые я вам не советую покупать, в них по факту нет никакого смысла. То есть, как бы у нас эти улучшения куплены, потому что у нас была цель, как бы, купить все улучшения. На это ваучеры, как бы, не нужно тратить. Допустим, та же самая связь, да, это голосовый чат. Не знаю, как и у других семей, но мы в основном сидим в дискорде, поэтому мы голосовым чатом пользуемся, как бы, крайне редко. Черный список, тоже, как бы, такая тема, ну, не особо нужная. Веревки-веревочки, многие, я думаю, состоят в организациях и могут без этого, как бы, связывать игроков. Транспортный контроль, ну, такая себе тема, не особо тоже хорошая. Распределение склада, тоже не особо полезная тема, потому что вы можете склад закрыть, открыть им и так далее, то есть, если купите улучшения. То есть, в этом тоже особого смысла нет. Пора расширяться, это семь рангов, как бы, вообще полная хрень. Я считаю, ненужная тема вообще. То есть, семь рангов, это вообще полная херня. У нас, как бы, есть семь рангов, но мы за этих семи рангов используем, может, четыре, максимум.